Высота подлета снояда, что очень важно, будет больше 10 сантиметров. За счет скорости 10-11 сантиметров, за счет перемещения здесь еще несколько сантиметров. Анализ техники взял ответ на высокой квалификации с использованием скоростной видеосъемки и компьютерного модуляра. Итак, мы начали анализировать технику с использованием скоростной съемки еще в 10-м году. Первую съемку делали в Рузе, на базе, с Завадским, 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 Завадским теремом. И тогда уже обнаружили, что существующее описание в научно-методической литературе техники тяжелоатлетов, так сказать, не соответствует... Тогда Кошерина, Татьяна В.Первович, не соответствует технике Кошериной. Просили дать рекомендации, я был в замешательстве, потому что сказать, что чемпионка мира делает совершенно неправильно, язык не поворачивался. Потом мы снимали в Чехове вот Александра Иванова и увидели, что опять появились некие характерные черты в технике тяжелоатлетов высокой квалификации, метропы у него, которые не вписываются в описание, в предыдущее описание. Ну, основные разработки велись в 80-х годах, ну, начало 80-х, конец 70-х годов. И вот так это шло в литературе до наших дней. И вот оказалось, что техника поменялась. Мы увидели, что и у Иванова появились некие характерные особенности техники, а в общем существенные. И начали заниматься анализом. Вот сейчас я покажу раскрывку скоростной съемки 500 кадров в секунду. Снято это Огникова, 13-й год, Александра Иванова. Ну, вот два слова. Характерные черты, которые изменились, это считалось, что вот это вот движение, это предварительный разгон делается и далее фаза амортизации, выполняется на полной стопе, штанга должна двигаться по возможности вверх. Мы видим, и вот тут оббив. Вот это все появилось. Мы увидели, что спортсмен, да, и очень важная характерная черта была, что взаимодействие спортсмена со снарядом должно сохраняться по возможности все время. Максимальное взаимодействие спортсмена со снарядом. То есть спортсмен во всех положениях должен создавать усилия. Вот то, которое может. В общем, так это было написано во многих статьях. Известный есть специалист, Павел 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 Иванович. Весный тоже писал статью. И у нас это тоже было написано, сколько-то лет назад. Вот. Вот он делает предварительный разгон. Вот фаза амортизации, сгибание коленей. И вдруг он, вот он здесь уже встает на пятку. Вот он встал на пятку. На носки. На носки. Большое позднее. Оторвал пятку, как я сказал. Вот он оторвал пятку. Бедра заводят под гриф. Вот. А фаза амортизации еще какое-то время продолжалась. Вот мы видим, колено уходит все равно вперед. Угол коленей меняется. И продолжается движение. Вот такая поза, в общем, которая раньше бы сказал, что это ошибочно выполняется движение с точки зрения техники. Дальше, вот сейчас мы увидим, выбивание бедрами вперед, горизонтальная усилия создается. И штанга идет по дуге. Вот она. Вот здесь мы чуть позже увидим максимальная скорость. Это мы попробуем объяснить. И дальше спортсмен уходит в свет. И вот здесь тоже мы увидели, что сила направлена вниз. Здесь есть составляющая на токе, он ее возвращает назад. После отбива она ушла. Ему надо ее вернуть. И он, значит, ее возвращает назад. Он как бы немножко повисает на ней в этой вот фазе. Ну и вот фиксация с нами. И дальше, дальше. Вот. Вот. Значит, мы стали изучать силу, которую прикладывает тяжелоатлет к штанге. К грифу штанге. Для этого неплохо знать ускорение. То есть, если ускорение знаешь, что сил находится легко, умножение на массу. Особенно в рюке, где нет того-либо как-то. Вот. Нахождение ускорения – некорректная задача. Что это означает? Это означает, что алгоритмы существуют, но оценить их точность мы не можем. То есть, они могут так-то очень приблизительно считать, а корректных методов оценки точности расчета, в принципе, не существует. Вот нам удалось найти приемлемый алгоритм. Вот среди Борис Бурьян, и Окул Акрульевич, и Касин, и Александр Александрович. Мы разработали алгоритм такой. Много всяких там было итераций. И что еще важно, мы научились проверять, вот что может быть не менее важно, мы научились проверять полученные ускорения, правильно рассчитанные или нет, появились целый ряд критериев оценки правильности расчета ускорения. Вот здесь представлено ускорение. Вот это все тот же Александр Байванов, двукатный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады, вода, действующий спортсмен. Мы не стали, вот то, что вот это вот, это не обращайте внимания, это я специально хотел, чтобы было видно, какой вид имеет вот это вот ускорение. Это можно сгладить, но это, так сказать, отступление небольшое. Вот начало движения. Спортсмен создает усилие через две десятые, примерно некая константа. Потом скорость увеличивается, сила плоды, потом штанга немножко ближе придвигается к туловищу, и затем фазоэмортизация, и вот очень важно, я вот хочу на одном грехе, потом мы по ним пройдемся. Вот, обратите внимание, это отрицательное ускорение почти 9, почти 10, ну там чуть меньше. Это еще связано с определенными характеристиками вот этого расчета. То есть, он фактически не взаимодействует со снояном. Вот, тут мы видим, нет взаимодействия со снояном. То есть, он старается максимально быстро перестроить цепку, и дальше, очень быстро, это вы видите, здесь сотый джори, порядка 4 сотых, он создает огромное усилие. В данном случае это больше 500 килограмм. Вот оно, это ускорение, это 20 метров в секунду в секунду, значит, усилие будет 510 килограмм, чуть больше. Это сколько у нас штанга здесь? 170 килограмм. Ну или 160, это не важно, значит, все равно около 500 килограмм. Вот. Дальше, важный момент. Вот я показывал, что он откидывается, да? Он выбивает, откидывается, и возникает пик. Вот его удалось найти, раньше он не попадался в глаза. И вот в этот момент происходит достижение максимальной скорости. То есть, за счет создания горизонтального усилия, спортсмен, оно тоже порядка 300 килограмм может быть, спортсмен откидывается назад, и вот затягивается рука, и возникает вертикальная составляющая силы, и штанга начинает более активно двигаться, ну, больше набирать скорость. Обратите внимание, что здесь тоже ниже нуля вот эта точка не падает никогда, это значит, что скорость всегда положительная. Значит, здесь вообще нет взаимодействия, здесь очень большое, и здесь мы видим, скорость удерживается, и она достигает, вот здесь у меня, ну, вот в данном случае 5 лет, на секунду за секунду. значит, вот за счет, ну, дальше спортсмен уходит под свет, это мы сейчас увидим, все, следующий год. Вот, вот, теперь мы видим, вот эту роль, когда он уходит, свет выключен, видно? или не видно ничего? Видно. Видно. Вот, начало движения, спортсмен готовится к стату, следующий год. вот, а, это уже он, да, это был старт. Вот эти те 2 десятые секунды, когда он развивает, уже создает некое усилие, больше веса, ну, 150 процентов, она по-разному бывает. Следующий. вот, затем, я говорю, штанга достигает уровня коленей, почти, и, начинаем, и сквозь, и, сквозь, ускорение падает, поскольку растет скорость, и там потом гайфис, скорость, ну, это закон Хилла, в таком, несколько, измененном виде, ну, так, следующий год. вот здесь вот, сила начинает расти, за счет того, что на скадровке, это видно, у нас есть программа, которая связывает гайфик, с, кротинкой, если будет интересно, мы и одновременно, даже покрутим. Вот, вот здесь, значит, сила, ускорение пропорционально силы, ну, то есть линейные планы, значит, поэтому мы сейчас ускорение осматриваем, вот, проекта силы. Вот, сила увеличивается, и следующий год. Вот, ноги уходят, колени сгибаются, и практически отсутствует взаимодействие в этой пазе. И вот здесь уже начинается, здесь же фаза амортизации продолжается, колени еще сгибаются, но усилие начинает расти, ну, в уступающем режиме, следующий, и вот она достигает, вот, максимума, вот в такой позе, спортсмен стоит на носках, колени согнуты, изобеденный сустав не выходит. Следующий год. вот это обычная такая, вот поза, когда, это будет интересно смотреть на графике скорости, вот поза, которая после, ну вот, предварительного разгона возникает, следующая, следующая, и вот, пик второй, о котором я говорил, вот руки расположены вот так, возникает вертикальная составляющая дополнительная, она раньше начинает возникать, и вот здесь она достигает максимума, следующий, пожалуйста, ну, дальше спортсмен уходит, вот здесь уже мы видим, что опять свободное, устроение, свободное падение, и взаимодействия нет, дальше, ну, и дальше спортсмен уходит вниз, за ревизу на транспорте, следующий, ну, дальше, дальше, вот я же вам навсегда немножко скажу, скажите, пожалуйста, сколько вам надо еще за, вы уже 12 минут до города, вот в этом положении, это, значит, спортсмен разогнал предварительный разгон, следующий, вот в фазе амонтизации, скорость падает, вот это тоже считалось, что это плохо, ну, падает у всех спортсменов, если точно считает, и вот любопытно, вот обратите внимание, вот здесь вот, сюда, следующий, вот, вот скорость, когда спортсмен, только-только отбил штаб, вот здесь происходит отбив, спортсмен, и дальше, вот, и вот максимальная скорость, здесь видно, да, вот там, где был пик, вот штаб, здесь вот скорость не растет, а потом, когда пик, вот она достигает, пик соответствует вот этому значению, так, и пошли вниз, по одному, ну, вот, достаточно, нет, достаточно, вот, вот, если мы возьмем, это все трикады, это ускорение, скорость, перемещение, сила, вот можно на чем остановиться, вот, здесь, вот эта вот скорость, 2,2, а вот эта скорость, 2,6, правильно? да, 2,6, вот, за счет этой скорости, и за счет перемещения, давай вернемся к максимальной скорости, да, и за счет перемещения, здесь, высота подлета снаряда, что очень важно, будет больше 10 сантиметров, за счет скорости 10-11 сантиметров, за счет, мы перемещения здесь еще несколько сантиметров, то есть, это техника, которая позволяет, существенно, повышать результат, если она, конечно, освоится, и у других спортсменов, что интересно, тоже мы наблюдали, эти появления, причем они в большей степени, заметны, когда спортсмен поднимает больше веса, вот всегда возникает вопрос, а с большими весами, а вот с большими весами, у Иванова происходит то же самое, что и с меньшим, то есть, отработан некий стереотип, то есть, это некое, вот, инвариантное, описание техники, вот, кривая, скорее, которая не зависит от веса, ну, не зависит от определенных пределов, скажем, 150, 160, 170, 175, другие веса у нас не изучают, но это большой диапазон, высокий, ну, вот, собственно, дальше, это такая, индивидуальная, мы получили индивидуальные кривые, дальше есть возможность совершенствовать, ну, это будет темой следующего доклада, прошу запомнить, это будет угрозить. в следующем году, да? Будут. Нормальные в часы, Какие будут вопросы? А, извините. Боли, кое-нибудь, пожалуйста. Венесан, скажи, пожалуйста, что является нулевой точкой, вот, для, уже, произведения, скорой оценки, вот этой, пожалуйста, нулевая точка, где она находится? Нет, не на графике, вы мне так скажите, где она находится? В тяжелотрете, в штанге, на уровне крестца, или что? Конец гриппа. Может, вы нигде не сказали? Да, 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 мы по концу гриппа мы измеряем движение, вообще, отсидываем движение снаряда по концу гриппа. Еще вопрос. А вы не измеряли расстояние, которое проходит штанга, в разной ситуации? Да. И какого оно? У кого? У кого и какое разное? У всех. Пощелкай немножко вниз. Это очень важный показатель. Это критерия. Высота подлета, это, я считаю, критерий, критерий должен быть. Например, в метании дальность полета. А в тяжелотретке нет такого критерия. Вот я думаю, что таким критерием может быть вот кривое перемещение. То есть, это высота подлета по имени. и не уйдем. А что? Штанга проходит отначально определенный путь. Вот какова длина? Длина таректории? Да. Вообще длина этого пути. Общая бумага. Длина таректории, я и говорю, да. Нет, именно длину таректории, мы ее рисуем. Еще, щелкну, пожалуйста, вниз. Еще дальше, дальше, дальше. Это мы видели, а вот мы видим перемещение по х. Вот он на себя перемещает и выталкивает. Это мы видим. Также мы видим скорость горизонтального, скорение. Специально длину, то есть вот Вы примете эти прямые в одну прямую? Я говорю, это называется таректория. Это Путина. Это Путина, длина таректории. Этого мы не делаем. Почему? Ну, как-то не видно, зачем описывается. Разная высота подъема. Это я так, как дилетант, думаю, почему же нет. Разная высота подъема штанги. Один ее, значит, вот таким путем, другой одним путем. Ну, мы видим, да, ну, понятно. Ну, может быть, и можно посмотреть. На самом деле, любопытно. Мы этого не делали. Мы смотрели перемещение горизонтально, вот мы видим, и смотрели перемещение вертикально. Вот высота подъема нами оценивалась, и я просто говорю, что это критерия. А общий путь мы не оценивали. Не знаю почему, вот не оценивали. А зачем что-то дает? Ну, я не знаю, может, что-то и дает. Это же... А что вот дает, мы сняли Иванову первый раз. А потом оказалось, что темно-то другая. Поиск, как криса, надо искать, искать, и что-то находишь. Может быть, что-то и даст. Пожалуйста. Александр, а вот учитывать такую тщательность из корпулёта в преднеме исследования, меня вот интересует, были ли такие явления, когда вот спортсмен определенной квалификации выполнял упражнения, и вот результаты были такие, что как бы сам себя превосходил. То есть, или по технике, или по весу. были ли такие выбросы выше как бы определенного его уровня, его квалификации. Какие-то моменты исследований. Квалификации. Он ставит личный рекорд. Да, такие-таки, скажем, выполнения приемов, где-то схожие с постановкой какого-то рекорда. Ну, мы снимали чемпионаты мира, там были очень высокие результаты. Я зато дешевле. В процессе исследования были высокие результаты. Но поскольку мы не проводили полный мониторинг, я не могу ответить. Были у него когда-то результаты. Все поздно. А вовремя были. Высокие мы и снимали. Ну, и 170 результат для Иванова высокий на тот период был. Я чувствую, причина выбросов, если они были. Выброс техники, вообще это сложный такой момент. Вот здесь возникает же вопрос а можно изменить вот все это? Можно или не можно? Вот смотрите, человек поднимает здоровый вес, причем существенно добрать. Потому что коревую ускорение он должен сохранить, коревую скорость он должен сохранить и по их себе в каких-то пределах. Но достаточно небольшая вариатива. А сила-то у него отличается 150 и 160. Это же 15%. То есть я правильно сейчас считаю. Ну, больше 10. 12%. 13 пальцев ничего себе. Представляете, сейчас бежит 10-0 и 8-7. Вот эта дельта меня интересовала. вот. Так, скажите, пожалуйста, я думаю, это будет последний вопрос. Вот такой вопрос. Вы эту методику используете только в тренировочном процессе или можно отснимать и чемпионат мира? Можно отснимать, Петр Иванович там отснял, наверное, будет докладать. Вот. Все, спасибо. Самое главное. Мы снимали ЕБУ, нет, мы снимали тоже ЕБУ поснимали. Я не заметил никаких существенных недопредельных весах, не знаю, они психологические могут быть, но вот то, что мы снимали, я, мы в 11-м году в ЕБУ поснимали, в Убытке в Мазиденте снимали. Все, спасибо. Мы так, далеко за рамки. Я думаю, мы ограничимся заданными вопросами, как бы, здесь и обсуждение было, и много чего полезного знали. Да, да. Все, спасибо за внимание. Спасибо. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok